Друзья, всем привет! С вами Антон Воронков, вы на канале MyGT.ru. Мы продолжаем наш репортаж из компании Alia Group. Сегодня мы поговорим с Алексеем про бренд Opet. Добрый день, да? Наверное, самый узнаваемый бренд, который в Турции производится. Ну, с учетом их представленности на внутреннем рынке, наверное, самый узнаваемый из их собственных брендов. Ну, наверное, что хотелось бы сказать. Все, кто знает нашу компанию Alia Group, знают, что мы не любим работать с ультрабюджетным продуктом. Мы находим себе что-нибудь такое серьезное, интересное, сложное. Бренд, с одной стороны, очень хорошо известен. Логотип у наших туристов, кто бывал в Турции визуально хорошо, представлен по одной простой причине. Заправки, да? Да, более полутора тысяч заправочных станций под этим логотипом. На самом деле, бренд куда более интересный, куда более глубокий, куда более серьезный. Вот. Который отчасти и ломает наши стереотипы насчет того, что турецкая – это ширпотреб. Немножко про историю и про орг структуру. Бренд Opet принадлежит компании Coach Holding. Эта компания входит в 500 крупнейших компаний планеты. И владеет одна из богатейших семей планеты, которая входит, по-моему, в первые 30 или 50. То есть, это реально очень-очень серьезные люди. Вот. И если брать сам Coach Holding, частью которого является подразделение Opet Lubricants, это компания, у которой интересы в энергетике, в машиностроении, да даже в бытовой технике. То есть, у них есть все. Вот. Если кто-то недавно был в магазинах NVIDIA, бренд Beko стиральных машинок видели. Это тоже их. Тоже они. На самом деле, шутки шутками. А вот если брать стереотип, вот турецкая – это ширпотреб и так далее, в Турции уже достаточно развитая промышленность. А если брать как раз Coach Holding, им принадлежит большая часть автосборочного и автопроизводящего сектора Турции. Ну, не только автомобильного, в том числе и смежная техника, транспортная, сельскохозяйственная и так далее. Вот. Вот опять же такой момент, вот мы тут, когда обсуждаем, все прочее, иногда в куарах говорим. Ну вот, Турция, ширпотреб, что там говорить. А вот любимая в России модель Corolla 120, вот, которая выпускалась там до 2007 года. Нероботизированная. Да, которая до робота, которая была хитом продаж, которую обожают до сих пор практически все владельцы. У кого она была, 80% автомобилей, проданных в России, была с турецкого конвейера. И мне после этого кто-то говорит о ненадежности, собранной в Турции техники. Вот. Ну, на самом деле, только сборкой чужих брендов Турция не ограничивается, если брать конкретно Кочхолдинг. В чем интерес? Им принадлежат автосборочные предприятия, совместные с Фордом. И это самый интересный момент. Дело в том, что грузовые автомобили Форд, большегруза, четырехосные самосвалы, магистральные тягачи и так далее. У них единственное место рождения, которое есть, это Турция. Форд Карго, вот, это только Турция. Это полное КБ, полного цикла, с конструкции от двигателя до готового автомобиля. Вот. Полный цикл производства. Все в Турции. И эти грузовики сейчас все чаще и чаще гости на наших дорогах. Ну, уже не гости. Я думаю, через некоторое время они здесь освоятся куда более серьезно. Вот. То есть, это уже определенная заявка. Кроме того, Кочхолдингу принадлежат совместные предприятия с Фиат, Крайслер, то есть с Истилантисом, а с Фордом по легковым и легкому коммерческому транспорту. По сельскохозяйственной технике они имеют совместное предприятие с Кейс Нью Холланд. То есть, в принципе, за ними стоят, ну, вернее, с ними готовы сотрудничать гранды в своих машиностроительных отраслях. Ну, а всей этой технике нужны масла. Поэтому им, опять же, своя нефтепереработка. Турция стоит на перекрестке торговых путей. С одной стороны, даже если нет своей нефтепереработки, даже если покупать базу, рядом у вас Ближний Восток весь, где производят свои базовые масла все ведущие игроки масляного рынка. В то же время недалеко юг Европы, где достаточно много производств пакетов присадок. То есть у нас рядом есть любое сырье. И при всем этом опыт – это не компания, нефтеперерабатывающая полного цикла все-таки. Они не занимаются добычей нефти? Нет, добычи нефти у них нет. А вот нефтепереработка есть. Ну, и в первую очередь. Ну, а как еще прокормить 1500 заправок? Холдинг огромный. Действительно, узнаваемость бренда в Турции, она благодаря заправкам, потому что их, наверное, больше всего в Турции. 1500 – это, наверное, максимальное количество. Да, если брать именно… Да, на самом деле, второй по численности бренд Sunpet, он тоже принадлежит к очхолдингу. То есть, ну, здесь нас интересуют, в первую очередь… А не монопольная служба Турции нас слышала? Да нет, я думаю, что там все уже давно поделено. Поделено, все нормально. В общем, кроме шуток, да, извини, Леша, прерывайте на секундочку. Кроме шуток, бренд-опыт, если вы то рассматриваете, какие-то турецкие бренды, наверное, все-таки это самый узнаваемый бренд, в принципе, и в Турции в самой. Если говорить уже про моторные именно масла, легкомоторку, люди узнают больше всех, потому что у всех на виду постоянно находятся. Логотипы, опыты здесь и так далее. Да, вот, опять же, количество торговых точек тоже говорит само за себя. Да, раз свои заправки, значит, там будет небольшой магазин с точкой продаж моторного масла. Вот, поэтому линейка у них реально очень широкая. Опять же, чем интересен бренд? Это очень близкое сотрудничество и постоянное взаимодействие, в том числе с конструкторскими бюро по локализации техники для турецкого рынка. И, опять же, куда деваться? По Форду у них полное КБ, КБ полного цикла под грузовую технику. Соответственно, вот у них сейчас самый свежий сорт, который был презентован, это масло 5W20 для большегрузных машин. То есть ты имеешь в виду, что возможны ресурсные испытания, которые до выхода в серию, например, продукта, кого-то производятся в этом КБ, да? Там не совсем ресурсные. То есть, грубо говоря, мощностей лаборатории ОПИД достаточно для того, чтобы создать продукт под требования конкретного двигателя. То есть они, взаимодействуя с производителями пакетов присадок, это здесь никуда не деться, это ведущая четверка, там можно считать пятерку, если туда добавить еще один из европейских брендов Evonik. А так, да, это Efton, Lubrizol, Aronite, Infinium, ну и Evonik. То есть вот эта вот пятерка, с ними, конечно, взаимодействие идет очень серьезное, потому что, вот представьте, выходит совершенно новый по конструктиву мотор, грузовой, рассчитанный конструктивно на 20-ю рабочую вязкость моторного масла. Машины полной массы больше 40 тонн. 20-ка, это не самый простой продукт, и мало кто выпускает вообще грузовые 20-е масла, рабочая вязкость. Пока что на самом деле требований со стороны грузовиков только три бренда, насколько я знаю, с 20-кой работают. Это Тоскания, это MAN, и вот сейчас Ford Турция. Все. Поэтому эта компания... К этому поступенно многие переходят. Тенденция есть такая. Это Евро-6D, по-моему, то есть самая свежая реинкарнация Евро-6. Опять же, техника кочхолдинга продается не только в Турции. Когда мы говорим о продажах, в том числе смазочных материалов и так далее, мы общались с заводом. Они говорят, почему у нас открытые экспорты на юг Европы. То есть они вполне нормально себя чувствуют, в том числе на европейском рынке. Поставки топлива, поставки смазочных материалов в страны Южной Европы. Поэтому здесь можно сказать, что они работают... А вот это где-то представлено, где-то еще... В Европе, понятно, где-то он может всплывать, а в Штатах, например, или в Азии? В основном они все-таки так не очень любят дальнюю логистику. В основном это как раз закрывают они очень сильно Ближний Восток. Очень-очень серьезно. Они закрывают юг Европы. Ну и дальше вот куда, где в основном техника. То есть по большому счету у них очень интересный подход. Они стараются работать с тем рынком, куда может попасть техника их производства. И по некоторым видам техники они берут клиентов в полный захват, когда топливо, масло, техника и сервисное обслуживание все от одной корпорации. Алексей, опыт Фукс. Ни для кого не секрет. Тыльная сторона этикетки, адрес завода-изготовителя. Да, написано опыт Фукс. Дело в том, что Фукс это та компания, которая внесла очень серьезный вклад в становление именно подразделения смазочных материалов. Инвестировала. Котч-холдинга. В том числе инвестиции, но в первую очередь это... Научные разработки. Важность научных разработок. Подход к отч-холдингу. С нуля делать методом проб и ошибок продукцию. Это сложно, дорого и много репутационных издержек. Обратите внимание, мы с вами обсуждали машиностроительные все бренды. Они почти все совместные производства. По смазочным материалам они тоже не стали изобретать велосипед. Они нашли себе партнера. Тут момент очень важный, присоединились Фукс уже позже, после того, как начали разработки по опыту производиться, по масламоторным в том числе. Ну, здесь ситуация какая. Когда компания Котч вся начала выходить на производство высокотехнологичной техники, в том числе под поставки в Европу. Отревовалась помощь и знания. Соответственно, они и привлекли инженеров. Ну, а дальше самая такая интересная вишенка на торте – это их самый свежий завод. Обычно как происходит реновация производства? Мы берем старый завод, меняем часть оборудования. Подход компании Котч в виде бренда Опит. Старые заводы мы приспособим под другие продукты. А так как у нас сейчас основная направленность под транспортное машиностроение, требования сильно изменились, нам нужны высокие технологии и все прочее, они покупают площадку под Измиром. Рядом с городом Измир завод расположен. И с нуля на голом грунте отстраивают полностью новый завод. По большому счету сдали они его осенью 2019-го. Поэтому на сегодняшний день доподлинно известно, что это новейший по оснащению завод на Ближнем Востоке и в Европе. Насчет всего мира сказать тяжело, но есть подозрение, что свежее в пандемии никто ничего не отстроил. Это реально очень роботизированное производство. Влияние человеческого фактора минимально. По сути дела люди отчасти контролируют автоматику. Интересно, сам бренд Фукс локально там производит в Турции на этом заводе или там вообще его не производит? Тяжело сказать. Почти всегда все вот эти вот моменты контрактного производства, все бренды стараются прятать. В данном случае контрактные отчасти. Да, отчасти это свое собственное, но здесь опять же ситуация какова. Не все бренды любят афишировать свои совместные площадки, у которых есть другой бренд. Вот, потому что все-таки стараются основной фокус интереса к своему бренду привлекать. А если вы начнете в открытую говорить, что, допустим, этот бренд производится для целого сектора земного шара, не просто там какой-то страны, на этом заводе вы, по сути дела, сделаете пиар заводу и сделаете сильный пиар второму бренду. В любом случае это уже открыто. То есть на каждой этикетке есть надпись «Опид фокус». Что касается стоимости продукта, линейки, опыт в Турции, в самой, если известно, конечно, тебе, как она позиционируется? Экономная линейка, средний или средний сегмент? Или там просто разбито по линейкам и стоимость зависит от… У них широкая очень линейка, у них есть и достаточно бюджетные продукты, но если брать позиционирование бренда в среднем, то они наступают на пятки топовым представителям. Как известно, в Турции очень представлен Shell, Mobile, там свои заводы и достаточно крупные на территории Турции. Вот они стараются им давать бой на внутреннем рынке и наступают на пятки. Очень-очень сильно. Поэтому цена выше среднего в среднем, то есть это где-то верх среднего ценового, в премиальный, да, они сильно не претендуют, но премиальный – это больше уже такая специфика ультра сложная. Но вот по большому счету это бренд, который еще и является OEM для большей части совместных предприятий. Вот, кстати, интересный продукт. Я его специально притащил. Да, вот он. Макс фиатовский, да? Да, фиатовский. Причем, обратите внимание, на нем кроме допуска ФИАТ нет ничего. То есть это продукт узкоспециализированный под запрос Стелантис, под те машины, которые сходят с конвейера. Стелантис – это холдинг, напомню. Да, это холдинг, в который сейчас входит ФИАТ, Крайслер, Пежоси, Тройный, Опель. Вот, это новое объединение. Вот, и если у многих брендов сторонних, вот, допустим, здесь у нас масло конкретно бензиновое, БД, вот, то у них есть еще дизельный вариант. И, скажем так, если у большинства брендов это объединено в одном сорте, здесь это два сорта с абсолютно разными рецептурами. То есть соблюдение требований завода идет до последней запятой. Ну, а, соответственно, это и… Ну, подход не нов, конечно, но похвален. Так, так делают некоторые. В Турции мне нравится подход самих турков, в принципе, к брендам извне. Они, не как японцы, не стараются их вытеснять и отдавать все преимущества местным производителям. Они ко всем относятся лояльно. Они стараются развивать, как эмират. Здесь мне их подход даже в чем-то больше нравится. Они их локализуют очень сильно. То есть они их локализуют, они начинают на этих брендах очень хорошо осваивать технологии и развивать свою промышленность. Опять же, одновременно они пользуются известностью бренда, с одной стороны. С другой стороны, они получают еще в свое пользование технологии, наработки. И по большому счету они обеспечивают себе рабочие места и обороты. По большому счету, можно сказать, что опыт, бренд, как у нас узнаваемость по Лукоилу, местный бренд. Здесь спросите, какой бренд русский, что вы знаете, российский. Они скажут Лукоил. Лукоил Газпром. Лукоил Газпром. В Турции скажут опыт. Это вполне объективная информация. Можете сами перепроверить, залить на любые турецкие источники. Те, кто любит отдыхать в Турции и берет в аренду автомобили, уже дополнительно рассказывать не нужно. Так что говорить, что это истинно турецкий бренд или псевдотурецкий, тут неуместно. Да, это настоящая Турция, которая... А вы позиционируете его у себя как сегмент средний ценовой? Да, это верх среднего ценового сегмента. То есть это не бюджетный продукт, но он и бюджетным быть не может. А опять же, мы по предыдущим брендам задавали такой вопрос. Люди узнают его? Люди знают, что это за бренд. Когда вы сейчас заходите в розничные сети или по своей сетке продаете, люди воспринимают его как бренд, известный ранее кому-то или как новый бренд? А вот здесь вот такое двоякое отношение. Очень часто видишь интересную реакцию людей, когда люди зашли, немножко так впадают в ступор, пытаются вспомнить, откуда. Да, потом, когда слышат Турцию, о, точно, вспомнили. Я помню, откуда он, там же все заправки такие. Все, а, ну все, тогда понятно, что это, берем. Все, вот. Сразу же сначала такая вот настороженность такая, ой, что-то новенькое, а потом так, что-то вроде знакомое. А, ну так это ж вообще известно. И вот так вот это буквально за считанные там несколько минут вот видно, как у человека меняется. Тот товар, непосредственно по опыту, который вы возите, он производится только на одном, сейчас на новом этом заводе, который с 19-го года построен, только там производится. И все, да? А у них других площадок. А у них все, то есть они остальные площадки, они по другие нужды, да, используются? Они их сейчас используют под нужды производства, там, вспомогательных материалов для своих производств. Ну понятно, завод один, получается, все понятно, откуда приходит. В принципе, контроль качества тут, в общем, он постоянен. У них наверняка есть свои лаборатории, исходящий анализ и так далее. Ну, лаборатория у них не просто контроль, а качество. Мы уже обсуждали, что лаборатория, у которой мощность и оборудование позволяют создавать смазочные материалы по запросу конструкторов двигателей. Вот. Не самая простая задачка на самом деле. И, скажем так, из независимых, вот малоизвестных блендеров такими вещами, по-моему, не занимается, ну, единицы, кто может эти вещи сделать. Ну, есть, да, тот же Фукс, например, у него там тоже есть. Ну, Фукс это уже не независимый блендер, это уже трансконтинентальная корпорация и не самая маленькая. Да, наверное, если их сравнивать по объемам с Shell, с Mobil, то они помельче, а вот с точки зрения работы в B2B-сегменте именно как оригинал, они не один из них. Ну, ты знаешь, Леш, это, наверное, самый для меня понятный бренд, вот, то есть пока что из всей турецкой брендов, с которыми я встречался или про которые рассказывал, в принципе, для меня он понятен абсолютно нормально, потому что, ну, понятно, откуда многие растут и что это, в принципе, за структура такая. А вот еще раз для зрителей обязательно пишите комментарии, спрашивайте то, что вас интересует в комментариях к этому видео, сотрудники а-ля игру будут отвечать. Если не будут отвечать, будем эти вопросы ретранслировать. Не вопрос. Просто все равно добьемся ответа, поэтому пишите, звоните. На этом все, наверное, про бренд-опыт. Вы можете более подробно узнать по ссылкам, которые мы разместим в описании к этому видео. Будут ссылочки на завод, ссылки будут на материалы, ссылки будут, возможно, на какие-то ТДС, пробные и так далее. Вся техдокументация у нас на сайте в открытом виде, а Лея Групп себе не изменяет. В этом, в этом, да, согласен. С вами Антон Воронков, вы на канале MyGT.ru, подпишитесь, поставьте лайки. Леш, спасибо тебе огромное за... Спасибо вам. Следующие материалы у нас будут через пару дней, мы расскажем еще про пару брендов, которые есть сейчас в портфеле. Всем пока.